Всем привет! С вами Рэмми Майснер, Тхарма 1937 и люди доброй воли, а также все прогрессивное человечество в лице наших слушателей. Здравствуйте, дорогие товарищи! Ну что, дорогой товарищ комсомолец, что будем сегодня делать? Есть идея... Весело встретить Новый год. Установка, да? Да, у нас вот киноклуб возобновил работу. Да, мы что-то неиспровергатели авторитетов, что нам останавливаться, да, будем неиспровергать. Да, давай попробуем. Гражданина Рязанова, ну какая вражеская кинофильма-то он снял-то еще по первой, смотри, 56-й год, замутили 20-й съезд, и тут же вражеское кино на экране, да, карнавальную-то ночь. Такая, блин, антисоветчина. Мы сейчас глянули с товарищем, у нас новая рубрика, здесь смотрим кино и обсуждаем. Я что-то... Я помнил, что там такие тенденции нехорошие прослеживаются, но там не просто нехорошие тенденции, там же просто натурально, но вот товарища Жданова-то не было. Там надо собирать деятелей искусств. Просто собирать режиссеров, значит, этих артистов, сценаристов, всех. И, значит, это прорабатывать, как в свое время Зощенко. Расскажешь про Зощенко? Ну, вкратце, наверное, надо вот про эти знаменитые Ждановские доклады, когда он раздолбал там этого композитора Мурадели за оперу. Что за опера-то? Композитором мы адресуем, да, вопрос, но он не знает, наверное, не помнит, да? Не помнит композитора? Вот, не помнит. Читал. Читал, но не помнит. А что бы он туда, что читал? Так, как же она... Короче, на какую-то революционную тему про становление советской власти на Кавказе. Про что помню название, хоть убей, не помню. В общем, сделал новаторскую оперу, наверное, а новаторская, значит, в как... Короче, я пошел уже про них рассказывать, про них отдельно расскажем. Короче, ему дали по башке, за то, что всякую фигню пишет на государственные деньги. А зрители потом только плечами пожимают. Половина мне сказала, что мы первую треть, мы думали, что оркестр до сих пор разминается. Типа как они... Слушай, сейчас же таких поощряют? Сейчас поощряют, понятное дело. Сейчас у нас новаторство такое в почете. Ну, тогда-то не сейчас, в том-то и дело, блин. А вот, когда оно, оказывается, наступало. И вот то же самое Тарижданов дал по башке Зоченке и Ахматовой. Значит, блин, они натурально, блин, прихватизировали пару журнальчиков. Везде свои люди у них там сидят. Блин, и редактор свой человек, он не обидит живого классика. Сказав, что ты плохо написал, он обязательно возьмет. А критик там же, в журнале тоже большой товарищ, хороший, он напишет, что вот какое произведение, прям дышать нечем, как круто. А говорит, а у нас журнал-то это не просто так существует, так говорил Тарижданов. Как вот кино у нас не просто так существует. Оно задает, вот, значит, направление кино. Вот воспитательная эта функция, вот это что бывалов, он еще нарочит, вот по-идиотски это говорит, что воспитывать должно. И сам еще подчеркнут, такой дебилоид, который как бы был уместен, вот такой коммунистический начальник, который там про Шекспира не слыхал. В фильме про 20-е годы всякое было, действительно, блин, от Сахии сразу начальник Кудыбейджа Шекспира не успел прочитать. А что в 56-м году такой начальник, что он там директор Дома культуры, ну, это ладно. Про Зощенко, да. И говорит, значит, вот у нас товарищ Зощенко тащит в эти журналы, что одни, значит, эти быдло-шуточки над бытовухой. Безидейные, опять же, просто вот такие зарисовочки. Пьяный шел по улице, поскользнулся, грохнулся, там, в лужу все намокло, там, туда-сюда. И это все ни о чем и никуда. Причем эти рассказы у Зощенко в свое время отлично удавались. Вот, у него целый цикл таких рассказов был, там, в конце 20-х, в начале 30-х. Тогда они реально полезны были. Понимаешь, потому что это сатира. Это сатира, это было высмеивание такого, понимаешь, уа, себя ведешь, как у Зощенко. Он там был тоже, ебаный. Запикаешь, запикаешь черное слово, да. Я прочитаю потом, как ебтимья. Ну, что стыдно так себя вести. Ну, а потом просто немножко устали все от такого. Понимаешь, как-то разнообразия хотелось. Что еще ты можешь рассказать, товарищ Зощенко? Чего я об этом рассказываю? Давай карнавальные ночи, ты меня перебивай. Про доклады сделаем отдельно. Это я еще их перечитаю разок. Отличная тема. Очень интересно. Там самое главное, что вот, вот эти. Короче, фильм Горько вы хотите снять. Вот, товарищ Жданов им предъявляет. Вы хотите, вот, если довести до абсолюта вот эту линию, которую вы гнете, это будет фильм Горько. Вы будете просто про то, как все нажираются и падают. Ой, смешно. Пьяный, блин, и упал. Прям как в жизни. Понимаешь? Вот. И кроме этого, говорит, ничего у нас не останется, сказал товарищ Жданов. И вот какое первая ласточка. Вот карнавальная ночь. Понимаешь? Фильм, он для чего нужен? Соцреалистический. Там главный герой, понимаешь, положительный, которому хочется подражать. Он не обязательно должен быть центровой, кстати говоря. Вот этот герой, он может вообще эпизодом быть. Но в соцреалистическом произведении он быть обязан. То есть, ты показываешь реализм. Пусть ты показываешь темное. Но светлое ты обязан показать. Понимаешь? А кино, тем более, для масс снимается. Понимаешь? Там формулировочки, все дела. Посмотреть фильмы вот 30-х, 40-х годов. Это же просто инструкция. Входишь к начальнику, говоришь вот так. Если он тебе вот это закидывает, значит, отвечаешь так. Если, наверное, там опять не получилось, пиши туда-то. Ну вот. А тут, значит, нет. И этот фильм, хотя он высмеивает активно саму идею о том, что искусство должно воспитывать. Потому что это произносит тупорылый абсолютно персонаж. Знаешь, гротескный просто девил. Который не понимает элементарных шуток. И вообще непонятно, откуда он вылез-то такой. Где-то они ищут, в каком заповеднике они такие водились тогда. Походы делаются. Настолько-то темные. С чего все начинается? Да. Вот как он воспитывает. Прямо нам сходу, значит, выдают группу таких молодежи. Ну, молодежь, симпатичные пацаны-девчонки. Вот эти красивые, да. Эти самые бодренькие такие. Вин, нет, но этот главгерой стесняется. Девочка, это уже примитивнейшая у него сюжетная арка. Но, блин, актер настолько классный, гениальный играет, что даже не обращаешь внимания на то, как это примитивно. Просто так мило, как он там мнется. Я так говорю, современный стопудов раздран. Ну, короче, не успели еще пропить. Да. Вот, и потом, значит, все эти симпатичные парни и девчонки идут на собрание. И это, опять же, 30-х, 40-х годов, да, центровое в фильме. Это собрание, где все персонажи себя проявляют на пике. Каждый выходит и либо высказывает прямо свою точку зрения, либо там Юлит виляет. Короче, мы видим, кто есть кто на собрании. И вот мы на этом собрании видим, кто есть кто. Значит, это вот то, что товарищ Сталин внедрял. Вот это производственное совещание, где ты с начальством трешь, понимаешь, как с равным. Потому что вы с ним действительно равны. У него пост более ответственный. Да, но вы на одном предприятии, понимаешь, у вас одни цели и задачи, и интерес у вас один. Поэтому вы говорите вот просто по-свойски. Без чинов. И опять же, фильмы 30-х, 40-х годов, вот прям воспитывали. Там обязательно в виде собрания, обязательно вот как себя вести. Тот же вообще еще творческий коллектив. Да, тут коллектив тот еще. Смогентельность. Тот еще. Предстает перед нами гражданин Огурцов. Да. Предстает гражданин Огурцов. Ну, гражданин Огурцов, это, как я понял, они товарищу Ильинскому, великому актеру сказали, выдай, типа, бывалого из Волги-Волги. Такой же гротескный бюрократ. Короче, гротескный бюрократ. Но, в отличие от Волги-Волги, где этот образ, он, вот в этом образе все логично. Там иногда перегибает он палку с тем, какой он дремучий. Но, в целом, все логично, все с ним понятно. Ему надо начальству угодить, чтобы получить повышение. Вот. И все, кем он руководит, они пытаются, как бы, делать дело. Но, к их огорчению, начальник глух ко всему, что, значит, через что не светит напрямую повышение. Вот только когда, значит, он чувствует, что вот через эту движуху я в Москву уеду. Вот он сразу, значит, проявляет энергию, значит, начинает суетиться. Тут этот образ не выдержан. Но это мы потом, значит, перейдем, когда к концерту. И тут с гротескностью что-то перегнули. Понимаешь? Бывалов, опять же, я говорю, ему просто ничего не интересно, кроме как попасть в Москву. Вот. Ну, тут все понятно, все логично. Тут это просто какой-то гротескный дурак. Который ни хрена не понимает элементарных шуток. То есть, все время несет какую-то чушнину. Но не все время, кстати, нет. Местами очень удачно. То есть, местами, когда это все в жизни укладывается. То есть, как он классно там вытянулся перед телефоном, когда узнал, что начальник звонит. Вот это вот черточка отлично. И, кстати, из-за этого все получается еще опаснее. Был бы фильм откровенный, говно. А там, во-первых, песни хит на хите. Все шикарно танцуют, отлично играют. И вот через это вражеское еще заходит лучше. А что вражеское-то? Вот. Как раз. Вот нам, значит, показывают наших положительных героев на собрании. И это, ребятушки, не собрание 30-х-40-х годов. Нет. Опять же, в фильмах 30-х-40-х годов, если там персонаж на собрании, например, начинал угодливо поддакивать начальству. Когда начальство ляпнуло какую-нибудь абсолютную чушь. А тут, о, тут хорошо сказали. Это сразу был показатель. Ну, негодяй. Явно он там окажется каким-нибудь американским шпионом. Или вредитель. Или просто какой-нибудь морально разложившийся тип. Которому по башке дадут. То есть, строго отрицательный шуток. Нет, а как? А как, товарищи слушатели? Вот вы как скажете? Если начальник ляпнул чушь, а тут подхихикивает ему, поддакивает. Ну, кто? Негодяй. И вот так себя начинают вести абсолютно все персонажи. То есть, да, это Огурцов на собрании. Он несет, конечно, какую-то чушь. Все переглядываются. Все переглядываются, но когда он напрямую... Что вы думаете? Очень хорошо. И вот он эту, значит, трепетную заведующую библиотекой там спрашивает. Как вы думаете? Говорит, очень хорошо. Нет, он говорит, вот доклад буду читать. Отчет. Это действительно, нет. Это как бы плохая идея. Это укладывается в образ. Он гротескный бюрократ. Ему доклады слушают меньше музыку. Он не представляет, что кто-то что-то может еще захотеть. Вот. Но, вот опять же сравним с бывалым его из Волги-Волги. Ему никто там не поддакивает. С ним там все положительные персонажи спорят до хрипоты. И как раз то и смешно, что какие бы аргументы они не приводили, а все равно пока он не видит перевода в Москву, ему не интересно. С как будто ничего не говорили. А здесь же, вот, я говорю, трепетно интеллигентная заведующая библиотека, она не просто вот эта идея поддакивает читать доклад, который ей не нравится. Идея объективно плохая. Встаньте, скажите, ну, блин, товарищ, доклад это важно, ответственная же вещь. Правильно? А там все будут уже после шампанского, да все веселые, да кто там эти цифры запомнит. Потому что блокнотиков не принесет с собой за беду. Ну, и все, и пропадет ваш доклад. Давайте вот, типа, дня через три, когда все там похмелятся, уже протрезвеют. Да, доклад. Ну, вот, и придут, тогда и доклад. Не, а мне и пусть, а и пусть бы он там что-нибудь возразил, допустим. Ну, нет, она не просто поддакивает этой идее, которая ей не нравится. Она еще там, какие-то аргументы там начинает приводить, почему это хорошо. То есть, вот так уж в фильме 30-х, 40-х годов вел бы себя уже конченый негодяй. То есть, не просто поддакивает, да, доклад это мобилизует, что-то она там такое вот ляпнула. То есть, ему в тон. Ну, а для начала, ну, ребят, а как ваш дурак-начальник поймет, что он несет чушь, если вы ему не говорите, что вы несете чушь, товарищ начальник? А клоун-то хотел сказать. Ну, это да, да, да. Да, да, когда кто-то хочет ему сказать, что-то пусть скажет там. А сколько, знаете, может, когда он ему объяснит, тот и скажет, а, ну да, я действительно не разобрался, делайте как хотите. И после этого, вот если он уже после этого все равно скажет, что нет, не хочу. Кто там еще, кстати, воспротивился-то, этот оркестр, да, что-то там начал какафонию. Опять же, ни аргументов, ничего. Что-то они орали без толку, на истерику какую-то устроили. Странно, странно. Вот, я говорю, как собрание, вот как на собрании тон был задан, значит, так и дальше. Так и пошло дальше. Да, так и пошло дальше. Дальше вот эта Гурченко. Да. Своему влюбленному голове. Ну, сделай что-нибудь. Да. Что я могу сделать? Да. Что ты сделаешь? Да. Я тебя поцелую. И вот сразу приходит движение. То есть, они друг дружку шантажируют разрывом отношений, чтобы очень... Нет, опять же, у этих актеров гениальных, у них каким-то фантастическим образом удалось это сыграть так, что они не выглядят конченными тварями при этом. Но, по сути, если мы в отрыве будем от впечатлений, от наших воспринимать это, и просто, по сути, что тут происходит? Ни хрена себе девочка говорит, вот давай ты что-нибудь сделай. А что сделать-то? Он должен какое-то вредительство совершить. Он побежал, диверсию с лифтом совершил. Диверсию с лифтом. Вот, где подвис. Что это вы, товарищ, да, гражданин Рязанов-то хотите продвинуть для нашей молодежи? И разбавляется шуткой с поцелуем. Нет. Да, да, вот эта сцена, кстати говоря, вот еще характерная, почему мало кто видит там вражеское. Вот после этой мерзкой сцены, там, где друг другу шантажировали, а она его шантажировала, а потом еще обманула. Типа, когда он стоит, давай, закрой глаза, и сама соскочила. То есть, что это такое было? А зачем ты тогда обещала? И что, тебе трудно его чмокнуть? Что, у тебя башка отвалится? То есть, ну и на хрена, и человеку реально обидно будет. Но все это сглаживает, потому что там это угарная совершенно шутка, когда этот усатый электрик, блин, его чмокнул. И потом уже так усы, гениально отыграно. Опять же, я представляю, как его современные актеры бы отыграли, наверное, сразу бы там о Пенкине и Моисееве навеяли бы мысли этой сцены, а тут вот просто один чистый угар. Ну и через это вот я говорю, вот заходит самая главная вражеская идея. Что, значит, ни в коем случае не спорь с начальством. Это бесполезно. Хотя, на самом деле, чтобы удостовериться, что это бесполезно, надо хотя бы попробовать. А то, если вы все время ему поддакиваете. Вот на самом деле, он должен был удивляться. А чего вы все это пытаетесь сорвать? Вам же все эти идеи так нравились. Вы же так говорили, что хорошо и замечательно, а теперь вы все не хотите. Почему? Что вы за люди-то такие? Дальше празднование. Да. Начинается. И там обход сначала эти номера. Ну, это в начале. Номера проверяют. Нет, опять же. Более. Опять же. Местами ржачно. Местами они просто перегибают палку с гротеском, вот как с клоунами. Да. Например. А самое главное, что вот в этом номере с клоунами, которые благодаря артистам, опять же, то есть ты смотришь и угораешь просто от того, как этот зонтик под мышку берет, этот рыжий. Там как больше ничего не надо, просто смотришь, ходи с этим зонтиком просто туда-сюда. Сцена с балетом тоже. Нет, нет. Это-то важная очень сцена с клоунами-то. Где вот опять же, потому что там эта идея опять продвигается прямым текстом. Когда рыжий клоун хочет возмущенно высказать, два раза, да, происходит подряд, он два раза пытается начинать, что да что ж такое, это ж просто кто это вот дуболом директором назначил. А я опять же, почему бы он все изображает дело так, как будто на него никакой управы нет. А коллектив-то весь, блин, он что, ничего не значит? То есть если все скажут, что им этот директор поперек горла, это ничего вообще не значит? Нет, тем более пока, ну что, значит, вы же стоящий начальник, просто душка этот Телегин, усатый, блин. Прям с войски такой человек, как непонятно, почему он ставит этого огурцова тогда везде. Нет, и самое главное, что огурцов-то перед начальником стелется, во всем поддакивает, да, то есть готов от своего отказаться, то есть только возмущенный был, а сказали, что начальнику понравилось, и он сразу, а, нет, ну все, значит, нормально, значит, я старался. Все дела. Правда, он это не выдерживает, кстати. Да, к концу, да. Потому что к концу ему почему-то становится пофиг, что начальнику нравится, и он начинает возмущаться. А я совершенно не понимаю. Он ввече, наверное, срубился. Да, наверное, башкой сильно ударился, наверное, попудал все. Ну вот он проверяет, да. Тем не менее, ну, пожалуйтесь, ну, хотя бы ему. Да нет, да и просто, ну, хотя бы выразить коллективный протест. Нет, они вместо этого, значит, принимают стратегическое решение, да. Вот что Гурчина взять, мы, значит, будем ему во всем поддакивать, во всем соглашаться. Ну, то есть делать то, что мы до этого делали. А сами, короче, мутить то, что мутили. И это же, обрати внимание, во все, все же эти наши антисоветские творцы-то вспоминают. Это же прямо они вот как посмотрели тогда, это как раз в молодость было. И так прямо и шпалили. Я, говорит, антисоветскую мыслишку придумал, ее вкрутил там куда-то, к какому-то отрицательному персонажу, мол, в уста вложил. И тупой худсовет, типа, ничего не заметил, так и пропустили. Ха-ха-ха-ха-ха. Типа, какой я гениал. То есть, вот, смотри, научил чему фильм. Но, да, только там-то это они делали ради... А ради чего они это делали? Ну, ради того, чтобы всем было весело, понимаешь? А это просто, знаешь, советская власть. То есть, опять же, советская власть уже показана как в американском кино. Ему просто советскому начальнику не нравится все хорошее и светлое. Просто. Балет неправильный. Опять же, я говорю, Бывалов бы, блин, просто увидел, что начальство угорает, и сам бы просто смотрел бы всю дорогу. А, угорает? Ну, и я дальше угораю. То есть, чему учит этот фильм, значит, нашу молодежь через поведение главных героев? Какие модели, значит, усвоить? Лицемерь. Хоринство. Для виду. Как бы, если ты хороший человек, и романсы красиво играешь, там, на пианине, вальсы всякие, то это не считается. Это вообще не считается подлостью. Я говорю, что характерно, когда этот самый вот огурцов стелится перед начальником, это вот он, смотрите, какой нехороший. Смотрите, какой негодяй. Сразу поддакивает, вот, только что думал, что доклад-то, что сорвали доклад-то плохо, а как начальству понравилось, сразу подумал, что хорошо. То есть, у него это плохо. А когда то же самое это молодежь делает, это нормально. И более того, что делаете далее. Да. Что там дальше у нас? Да. Ну, так, как вы считаете, дорогие слушатели? Я не знаю. По-моему, вот эта линия там вполне определённая. По-моему, вот это я не докапываюсь. Я вот сейчас сам, честно говоря, про себя подумал, не докапываюсь ли я? По-моему, нет. По-моему, там это продвигается довольно откровенно. Местами прямым текстом. И настойчиво. Это не то, что один раз проскочило, и всё. Обрати внимание, собрание, потом их неформальное собрание. Прямо как промпартия. Смотри, сначала с начальством для вида посовещались, а потом основное совещание уже втихаря. Как будем на самом деле действовать? О-о-о, ну, явно там дела читали. Дальше по сюжету идём. Значит, гражданин... Что там ещё возмутительного? Не, сейчас, подождите. Да, гражданин Агруцов освобождается из заточения, из лифта. Идёт во всю... Да, вредительство, между прочим. Идёт во всю празднование. И он видит старшего начальника своего, которому всё нравится. Да, ну, мы об этом уже говорили. Да, вот сначала он ведёт себя логично. То есть, начальство радуется, я тоже радуюсь. Потом почему-то у него эта логика пропадает, и несмотря на то, что начальство вообще угорает, он почему-то начинает возмущаться. Тут подтягивается товарищ из общества знаний, который должен читать доклад. Да, я лекцию должен читать, есть ли жизнь на Марсе. Есть ли жизнь на внедрении. Да. Я не понял... Нет, ну, то есть, я понял, конечно. Что вообще всё серьёзно. Лекции фигня, доклады фигня, не слушай, это всё скучно. Накати, короче, попляши, и вон девочка симпатичная, иди там за ней поухлёстывай. Вот это вот развлечение. Вот это для нас. Хотим снять фильм Горько. Вот, они начинают его спаивать. Да, нет, и это... Нет, это... Что... Какой персонаж в фильмах 30-х, 40-х годов вот такой бы делал? Это уже делал бы негодяя, это просто диверсант, которые тогда в тех фильмах ходили с поднятыми воротиками, там и в тёмных очках, вот он бы подсел и хитрый налил бы. Не, натурально он... Не, ну что за скоты? Пришёл пожилой человек. Не, самое главное, откуда ты знаешь? Может, он, блин, в завязке, может, он зашитый. Может, он там три стакана накатит, блин, и всё, и отъедет. Может, доклад какой-то важный? Нет, он читал про... Доклад это, само собой, да, это есть тема по стебаться, но это потом. Это доклад уже Огурцов делал. Да. Какой-то супер важный. А тут вот лекция. Почему для начала? Почему... Нет, доклад, допустим, я говорю, доклад объективный, ну, не надо его в новогоднюю ночь. А почему подразумевается, что лекция, это непременно тухло и скучно? Во-первых, лекции можно очень даже угарно читать. На любую тему. Так что всем будет смешно и нормально зайдёт даже и в Новый год. Вот. И я думаю, что среди слушателей есть много народу, которые с удовольствием хорошую лекцию послушают в Новый год. Даже которые без хихи и ха-ха. Вот. А тут прямо, я говорю, прямо навязывается, что это какой-то вот тёмная отстойка. Как будто, я говорю, как будто это американский фильм про шалопаев этих студентов, которым завуч там скучный не даёт устраивать вечеринки. Они очень хотят. То есть вот настолько, вот всё пусто и безидейно. Прям достойно худших образцов Голливуда. У нас ещё там версия была. Нет, версия – это само собой. Нет, ну вот, ладно, вот само это поведение с лектором. Споили человека, вытолкали его на сцену. Ну, хорошо, это как бы там показано так. Что он пьяный, блин, а на самом деле, я говорю, в жизни, представляешь, поломали человеку жизнь. Вышел. Там, кстати, шуточка ещё про звёздочки. И это разбавлено действительно клёвыми шутками. Во-первых, когда ты на Угарного Филиппа смотришь, ты вообще ни о чём не думаешь. Как и на Ильинского. Там вообще это надо так уметь абстрагироваться, чтобы перебороть вот этот шарм обаяния. Это вот то же самое, я помню, когда смотрел этих братьев Карамазовых, Пырьева, и смотрю, Митя Карамазов, ну же конченое чмо. Дегенерат-алкаш, который по пьянке там батю родного готов избить там за деньги. А Ульянов вот как-то так его играет, чтобы получается вот чисто благородный действительно мужчина в сложных обстоятельствах. Он умудрец даже слюнявые истерики устраивать так, чтобы мужественности и импозантности не терять при этом. Вот. И тут то же самое. Вот. Тебе хороший артист вышел, понимаешь, шуточку красивую произнёс, а то, что с ней вражеское шло, ты схавал. То есть, вот это показалось как достойное поведение, споить и опозорить, читай человека. Нет, а по сути, если так начать разбираться, а что у этого лектора впереди? Что, Огурцов напишет, пришёл, значит, лекцию читать, насинячился и вышел, что там, песни орал со сцены. Понимаешь? Танцевал. Что только чудом всё это не переросло в скандал, который вообще сорвал бы нам весь праздник. И что с этим лектором после этого будет? То есть, они человеку, который абсолютно не при делах, он же не виноват, что его позвали лекцию, считай. Они ему испортили, считай, жизнь. Вот так вот. Нихрена себе, комедия. И это подано, смотрите, милая шалость. Ой. А на самом деле у них таких шалостей, как этот Огурцов в ящике летел, он же совершенно справедливый. Я не знаю, что все ржали, когда он там в конце говорит, что я жизнью рисковал, и те, кто внизу сидели, тоже рисковали. Там вот этот эпизод, когда он попадает в ящик фокусника и по проволочке, значит, летит через весь зал. А ведь он совершенно прав. Он где-то действительно мог сорваться и, представляете, вы сидите, и на вас метров с десяти падает ящик со взрослым мужиком внутри. Там человека три могли пострадать. Только чудом они не пострадали. Еще интересный момент. Пока лектора спаивают, звучит песенка про пять минут. Ну да. А, да. Да, это мы, значит, мы тут прикалывались, пока смотрели, что за доклад там должен был делать Огурцов, настолько важный, что он его хотел делать прямо... Они же его задержали, пока он шел. И, значит, пока его там качали, шла песенка про пять минут, а потом, значит, встречали Новый год. То есть, доклад был настолько важный, что он его собирался прямо в новогоднюю ночь делать. Вы прикиньте, вообще, товарищи слушатели, в каких ситуациях прерывают, блин, новогодние трансляции по телевизору, чтобы новости рассказать, что это должна быть за новость? может, там вредительская группировка вскрыта была? Нет, он как раз хотел про цифры, с которыми наш РДК, может, хотел разоблачить тотальную коррупцию, там, разворовали, все, понимаешь, нет, а они настойчиво срывали, так, кстати говоря, это дело, как фокусник стащил этот доклад, потом, последующий эпизод, это встреча Огурцова с фокусником, как его там... Я вообще, я за гражданина фокусника волнуюсь, потом, потому что он будет, как вот артист этот, Жаров, рассказывать, что невинно репрессировали, там, туда-сюда, а всего-то, навсего подошли два незнакомых мне молодых человека и сказали, слушай, там сейчас дядя пойдет, вытащим его бумажки из кармана, а ну, а я мне что, молодежь веселая, я пошел, да вытащил, а что там были за цифрой вообще, интересно было бы послушать. Я говорю, наверняка бухгалтера разоблачали, тот он там обалдевший сидел весь вечер. Ну да, Огурцов выходит на сцену, читает доклад, но что-то идет не так, летят голуби. Ты что, все законфектировал? Да, да, конечно, конечно. Да, да, да. Но при этом начальство смеется, ему сразу, все хорошо. Ну вот, а потом это пропало. Ну ладно, это самое, давай так не будем подробно сюжет перебирать, ты смотри, что там еще такое было. Нам главное вот эта линия, вот эта линия, которая потом, она повсеместно стала, вы обратите внимание, товарищи, кино 60-х, потом 70-х, в 60-х еще изображали, что там на собраниях что-то кто-то рыпается, а потом взять какой-нибудь этот осенний марафон там, не, на собрании я молчал, значит, язык в жопу засунул, и слушал, как хорошего человека какой-то негодяй полоскает, а потом я все хочу решиться этому негодяю руку не подать, когда он меня протягивает, но не могу, и решусь только через пару месяцев, когда все обо всем забыли, и все равно, я, кстати, не скажу ему, почему я ему не подаю руки, потому что это уж слишком мужественный, гражданственный поступок-то, на такое я еще не способен, просто не дам руки вот по-хамски, мы еще еще отмечали, песни там все, про любовь, да, да, вот между прочим еще момент, мы как огурцов будем докапываться, а то есть до чего докопаться, а вот точно уверены, что вот людям интересно весь вечер сплошняком про любовь песни слушать, там, ну на самом деле, практически ничем не разбавляется, одно про любятину, второе, третье, потом что-то басню прочитали, а во, кстати, во, момент с басней, отличный номер, вот мы как будем остро разоблачать, там еще, знаешь, басня, типа Крылов, это Щедрин там сейчас будет у нас, нормально, да, Щедрин, что-то туману напустили, непонятно, собственно, почему недовольный медведем, что он вопросы задает, почему от вопросов всем стало скучно, вы не можете обосновать, почему вы танцуете, хотя, может вы что-то не то танцуете, сами знаете, даже, там джазовый оркестр, кстати, когда рубил, а что джазовый оркестр, он вышел, я не понял, кстати, что он из-за этого джаза, так напрягался, он не в курсе, он не, да, так делали отрицательные персонажи в фильме «Великий гражданин», вот они так затыкали, не, ну вот там, я говорю, там сын, он тоже неуместно выбежал посреди танца, это ладно, это опустим, вот я говорю, вот задали, блин, тон, значит, начальством во всем соглашайся и мути свою движуху, вот там как, понимаешь, начальство по определению не может знать как надо, начальство тупое, понимаешь? Ну, у нас была версия, что Курцов может вернуться, а вокруг все... Ну, это так, это так, это смех, ради смеха, да, ну там детали есть, мы все прикалывались, пока смотрели, что это он в докладхотел Хрущева разоблачить в новогоднюю ночь, как в 56-й год, а ему не дали, безродные космополиты как раз, да, да, вот, не, и вот так, такое, значит, у нас идет в кино, вот такое вот идет, и не надо говорить, что кино ничему не учит, ну как оно не учит, как оно не учит, если мы видим, что прям начали подражать этим персонажам, не, самое главное, вот сравним еще раз с Волгой Волгой, Волгой Волгой, извините, в оконцовке все как раз и разобрались, все этому бюрократу подвели известный чок носу, причем, опять же, не то, что вот, добро восторжествовало, уходи, нет, им показали как, вопросы просто задали, что ты, ты там дуешь под моим руководством, а ты кем тут конкретно, каким коллективом руководил, ему сказать нечем, ну, никаким, а может, ты им песни писал, ну, тоже нет, так, а что ты, что ты просто свою фамилию написал, и теперь, тебе все, ладно, давай иди со сцены, и все, правда, там тоже, кстати, мне не понравилось, как там этот момент, немножко смазали, надо было почетче показать, как по мне, но, я говорю, посыл-то, извините, никто там подлости такие не делает, никто друг против дружки там не интригует, никто начальству не поддакивает, там вот действительно, да и образ бюрократа там намного лучше, у него, у него есть конкретная задача, что у Огурцова, непонятно, то есть, нет, изначально, изначально можно подумать, что он как бы, ну, это смешно, что он судит по себе, типа, я бы вот весь Новый год доклады слушал, и все, наверное, тоже, мне бы что-нибудь, музыка поуныли, как на похоронах, вот я такую люблю, и он просто боится, что если другое врубить, то начальство, которое он с собой сравнивает, что начальству не понравится, а начальству-то нравится, чего, что случилось-то, расчет верный у них, у этой вражеской группировки, у них же расчет, что если будет успех, а как мы, опять же, из доклада товарища Жданова знаем, то если у тебя пара этих критиков на цепи есть, они напишут, что успех был, и огромный, понимаешь, и тогда начальство не будет ругаться, что ты сделал все по-своему, а захочет, наоборот, к твоему успеху примазаться, было бы логично, вот в этом плане, развить-то этот характер, хотя, опять же, я говорю, непонятно, такие хорошие, веселые люди, у них дружный, сплоченный коллектив, то есть, почему они не могут дать отпор, а устраивают какую-то клоунаду, если бы это был фильм сороковых годов, вот был фильм, как они как раз, все вместе, либо ему бы там объяснили, как и что, ну, вот, а если ты как бывалов там не слушаешь, ну, значит, иди со сцены, иди, понтуйся в другом месте, какой-то организатор, вот, тут получается, зло не наказано, обрати внимание, по оконцовке, потому что все его этот гневные его письмо в ВЦСПС, они все восприняли, что это еще один, значит, комедийный номер, все похлопали, видимо, он даже повышение получит, насколько я помню, этого персонажа еще развивали далее, там еще какой-то фильм был, там с ним, а вот не помню, но был фильм, там Ильинский все того же Огурцова играет, и типа он на этой секретарше женился, и что-то на каких-то курортах они там ездят, ну, я что-то я начинал, мне что-то не зашло, как-то глуповато, ну, как мне показалось, да, Ильинский, блин, вот товарищи, вот видите как, тут там даже это не могу порекомендовать, сказать, посмотрите, ради песенок, ради шуток, это прям вот смотреть и анализировать, где у нас вражеское, а где наше, вот, я не говорю, что они что-то плохое делают, там на самом деле, там специально и показано, что сердится Огурцов, на самые безобидные совершенно вещи, ну, самые-самые, то есть, какая-то беззубая совершенно комедия, даже если бы там что-то начали там, околополитическое хотя бы задвигать, и он бы испугался, а то нет, ну, почему, это в трусах, блин, танцовщица скачет, кстати, вот тот же момент, там Гурченко, что-то она, ну, товарищ директор, товарищ директор, а он ее специально прерывает, чтобы она не высказала свой шикарный аргумент, почему, блин, надо обязательно танцевать в трусах, почему лосиной действительно где-нибудь не надеть, и чем от этого будет хуже, ну, тоже такой приемчик, блин, из арсенала Достоевского, это он любил, что гнусный атеист, революционер, там, хорошему православному человеку, свой ехидный, бесовский аргумент, блин, бах, а хотел ему наш православный человек возразить, но в обморок упал, а так у него было, конечно, что сказать, понятно, что не могло не быть, и мы знаем, что он все равно прав, потому что я написал, что он хороший, так вот тут, вот, что резюмируем, значит, во-первых, тупо высмеивается идея о том, что искусство должно воспитывать, и под это дело, значит, смотри, хитро изображая, что мы сторонники чистого искусства, как всегда, вот под этой маской сторонников чистого искусства скрывались реакционеры, понимаешь, которые, они говорят, мы не воспитываем, а сами воспитывают, что на собраниях молчи, кивай головой, понимаешь, там опять же, как показано еще, что твоя жизнь, она вне собрания, ты можешь мерзким кивалой там быть, под халимом на собрании, а потом выйти в собрание, и ты опять хороший человек, вальс играешь, песни красиво поешь, говоришь, так чисто, интеллигентно, ну вот, в кого это, такое воспитание могло превратить нашу молодежь, а вот, вот видно в кого, а еще каждый год же крутили, смотри, и каждый год прям одно и то же, как шуруп вкручивали, веди себя вот так, веди себя вот так, и сейчас показывают, понятное дело, Волгу-Волгу, кстати, что-то давно не показывали, а вот там, вот там, та же самая идея, ну как хорошо, и насколько же смешнее, вот, короче, вот резюме, товарищи, смотрите, Волгу-Волгу, вот, а карнавальную ночь, смотрите аккуратно, чтобы вражеской идеей не заразиться, вот, а к творчеству Рязанова, мы еще вернемся, потому что у него, между прочим, это вот устойчивая вражеская линия из фильма в фильм, а в чем он закончил, старыми клячьями там, или чем? В современной России. Да, да, с той же Гурченко, по-моему, и это не Рязанов был. Ну, короче, мы еще разберем, наверное, к Новому году, надо про иронию судьбы будет поговорить, и вот, тоже. Да, завершаем беседу. Но, завершаем беседу, что в иронии судьбы там, это, кстати, вражеская линия намного слабее. А в иронии судьбы, я хочу сказать вот заранее, что она, чем плоха, она очень близка к современным вот этим российским комедиям, где все себя ведут просто как дебилы, и из этого какую-то пытаются своять внятную историю, хотя почему вот герой так себя повел, совершенно непонятно. Ну, вот этой вот вражеской именно линии там нет, а здесь, вот здесь, мэн, если бы товарищ Жданов посмотрел бы это кино, он бы не пропустил, мэн, он бы не пропустил. И Рязанов бы рассказал, я думаю, кто ему внушил такие идеи. Или сам дошел. До новых встреч, товарищи слушатели. Бывайте здоровы.